В наши дни в современном обществе к слову «домохозяйка» очень отрицательное отношение, оно считается чуть ли вот не ругательным. Мужчины часто могут услышать в ссоре с женой такие слова, как «Я тебе что, слуга? Я тебе что, кухарка там? Домохозяйка?» Ставь палец вверх, дорогой друг, если хоть раз слышал в свой адрес подобное. Но почему такое отношение к слову «домохозяйка»? Неужели это плохое слово, и женщины своим внутренним чутьем чувствуют в нем что-то неладное? Ну, давайте разбираться. Богатырского здравия вам, дорогие друзья, с вами Юра. На канале «Осознанка», где мы зрим в корне русского языка, стараемся осознать послания предков, сокрытые в его прекрасных образах, а порой просто играем со словами и образами. И сегодня в нашей рубрике «Кратко» мы постараемся разобраться со словом «Домохозяйка». Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Если захотите поддержать наш проект «Поддержать осознанку», то все ссылки будут в описании к видео. Заваривайте шиповник, а мы начинаем. Полетели! Давайте сразу внесем ясность в слово «Домохозяйка». Взглянем на него не с точки зрения общественного мнения, как его понимает большинство, а с точки зрения осознанности. Взглянем в корневые образы этого слова, и они очевидны и прекрасны. Два корня, два образа. «Дом» и «Хозяйка». «Домохозяйка» — это «Хозяйка дома». Не слуга, не рабыня, а «Хозяйка». Как можно не замечать эти образы, эти корни? Я просто не понимаю относиться к этому слову настолько предвзято. Хочется воскликнуть. А какого хрена? Ну ведь правда же, образы прекрасные и удивительные, и ничего уничижительного в них нету. Дом — это место силы, сосредоточение энергии семьи, обитель любви и созидания всех живущих в этом пространстве. И женщина является хозяйкой этого пространства, хранительницей этого очага. И это не просто уничижительно, это почетно, и это звание домохозяйки нужно заслужить. И смотрите, как интересно получается. В русской речи нет такого слова «домохозяин». Вот я произношу «домохозяин», и как-то некомфортно себя ощущаю, какие-то не те энергии. Да, есть такие слова, как «домовладелец», «глава семьи», «лидер». Да, это все про мужское, но хозяйкой дома может быть только женщина. И, дорогие мои, милые женщины, это не значит, что надо из этого видео сделать вывод, что хозяйка, домохозяйка — это та, которая все контролирует в этом пространстве, которая раздает приказы направо и налево, и все живущие здесь ходят по струнке, да? Нет, домохозяйка — это немножко про другое. Только женщина обладает способностями, я даже не побоюсь этого слова, особой магией, чтобы создать благостную сферу в доме. Это получается только у вас, дорогие женщины, потому что мы мужчины, мы воины, добычики, мы про другое. Да, мы обязаны защищать этот дом, добывать ресурсы материальные, да, явные, в явном мире. Это про наше. А вот энергия в доме, погода в доме — это уже про вас. И так получается некий баланс, некий инь-янь. Мужчины про материальное, явное, добыча, защита. А вы про душу, дорогие женщины, да, душевные домохозяйки. Вы здесь созидаете, вы на это способны. Если женщина в полной мере раскрывает в себе эту магию, ну, цены для такой женщины я не могу назвать. Она безценна. И обратите внимание, дорогие друзья, не знаю, замечали ли вы или нет, но вот ты входишь в дом, в пространство, где убрался мужчина, и вроде все хорошо, чисто и так далее, но нет вот какой-то атмосферы. Недушевно, да, стерильно, но вот никак. Но когда убирается женщина и убирается с радостью, да, не то, что ее там заставили драить там полы и так далее, нет, она с радостью прибирается, с радостью ладит, да, пространство вокруг себя, сразу как-то вот ощущается некая сила, энергия в доме, да. Обратите внимание, когда приезжаешь в дом к бабушке, например, да, бабушка старенькая, но она очень любит свое пространство, и как-то сразу душевно, сразу садишься, да, за стол, и сразу как будто твои внутренние вибрации поменялись, потому что она с радостью это делает. Она обжила свое пространство, и она там дома хозяйка, да, обратите на это внимание, дорогие друзья. И если женщина, как я уже говорил, убирается в доме, наводит ладку, наводит порядок с радостью, в этом доме будут происходить только самые замечательные события, и я даже не побоюсь еще раз этого слова, просто магические события. И надеюсь, дорогие женщины и девицы, вы понимаете, какая магия, какая сила у вас есть, вы можете создать пространство, в котором все возможно, для своей семьи, для себя, для своего мужчины. Так что не бойтесь этого слова дома хозяйка, да, есть еще замечательное древнерусское слово, которое крайне редко сейчас встречается, благоверное. Напишите в комментариях, разобрать ли это слово в следующем выпуске. Да, там тоже очевидные корни, но мне есть, что вам рассказать. Дорогие друзья, также хочу поблагодарить тех, кто помогает финансово нашему проекту. Без вашей помощи осознанки не будет. Встретимся через неделю в 13.15. Зрите в корень.